Помощь, мы с Алисой пришли на тебя тискать. Алису очень любит помочь осмотреться. Это, пожалуй, её самый любимый вольер здесь. Она прям залипает, смотрит на него. Какой красивый кот, да, Алис? Красивый кот. Столько травы, нам нужно вот это. Давайте я вам покажу, что у нас сейчас в доме происходит. В принципе, там не сильные изменения. Всё сейчас уперлось в то, что я пока остановилась. Делается сейчас прогулка, сейчас покажу. Вот, собственно, прогулка. Она красится. Вот здесь прогулка планируется под сервалом. Ну, в смысле, открытая часть вольера большая. Так, сейчас всё как удобно пройти. Давай колесо, нагнёмся. Вот здесь, соответственно, к каждому вольеру идут свои части. Вот они две. В общем, общая площадь получается 2 на 4 комнаты, 8 квадратов. 4 на 4 прогулка, то есть 16 квадратов. То есть общая площадь здесь получается даже больше, чем у рыси вольер. То есть получается такая прогулка. Вот здесь двойная комната. И вот её прогулка и заход здесь. Ну, забор будет сноситься. Заход здесь. И вот здесь сейчас я не знаю, что на самом деле делать, какую там насоби сделать. Понятное дело, что всё равно всё это будет песком подниматься и обшиваться. Но вот здесь, я думаю, где бы найти, может быть, камень постелить. Потому что если прям песок будет, то в катоходы будут заходить, это будет довольно-таки грязно, мне кажется. В общем, самая большая получается 4 на 4, 16 открытая часть и 8 закрытая часть. То есть 24 метра. А у рыси 6 на 3, 18 квадратов вольер. Здесь получается 2 на 2, это 4 и 16 опять же прогулка здесь. Тоже получается 20 квадратов. То есть даже самая маленькая комната вместе с прогулкой получается больше, чем тот вольер. Это, к слову, про то, что говорили, типа, вольеры маленькие. Они не маленькие, учитывая, что сейчас все кошки, которые могут выходить на улицу. На самом деле, даже сервалы я видела, как выходит зимой на улицу и нормально там находится. Особенно, если зима такая, как у нас была в этом году, то вообще без проблем. Но для него комната 12 квадратов, получается, ещё больше. Вот отдельная здесь фестер открытая. Да, она открытая, можно через неё зайти. Вот, которая ещё не обшита. И здесь пока склад. Склад просто всего. Да, вот здесь получается 12 квадратов. Такого будет чуть больше. Ну, по-моему, 12 она предполагалась. Самая маленькая прогулка и комната, она одна. Это вот эта. У неё, получается, комната 2х2 и прогулка 3х2. То есть 3х2 у нас 6 квадратов и 4 квадрата, то есть 10 квадратных метров. Тоже не так-то мало, на самом деле. Но маленькая специальная, я уже говорила, одна такая должна быть. Я планировала одну такую комнату. Сейчас активно идут покраски. Я проверила слив. Всё работает, всё стекает. Посмотрим, насколько будет удобно. Сейчас красить, собственно, сварку, которую сделали. И дальше там будет сетка идти. Посмотрим, какую подобрали. В итоге я скинула варианты, которые мне нравятся, которые, мне кажется, удобными будут здесь. Но посмотрим, что найдут они. Естественно, там сверху он тоже будет натуре закрываться. Сделана уже лестница окончательная. Я попросила заклеить, потому что всё время приходило. Мы разувались, но всё равно бы, мне кажется, её запачкали. Вот лестница безумно удобная. Здесь ещё будет такую штуку делать, чтобы ребёнок в случае чего не упал, когда где-нибудь будет находиться. Ну и, соответственно, вот готовый вариант уже покрашенной комнаты. По поводу вентиляции кто-то не увидел в прошлом видео. Вот вентиляция. Вентиляция есть везде. В каждой кошачьей комнате вытяжная. Довольно-таки мощная. Здесь есть вентиляция. Здесь кухонька вообще планировалась, но пока что-то я не знаю. Но и с другой стороны тоже кухонька планируется. И, соответственно, здесь тоже есть вентиляция. Слышно, да, работает? Везде стоит пожарка. Вон, вы её видите. Внизу по коридору несколько датчиков стоит. В общем, всё почти готово. Осталось постелить здесь пол. Я его ещё не купила. По мелочам двери должны приехать. Двери будут деревянные. Их просто будут закрасить под цвет нужный. Вот. Здесь тоже всё готово. Надо покупать раковину. Но это всё не в этом месяце. Всё позже. Здесь тоже вентиляция. Вентиляция сделана над, где будет туалет. Ну, соответственно, всё здесь тоже всё готово. Всё уже покрашено. Всё-всё-всё, в общем. Здесь другой цвет. Просто покрасили, чтобы было покрашено. Так что здесь будет закрыто всё шкафом. Так что вот. А, ну ещё здесь тоже постелят столешницу. И вот здесь оставили не зашитой, потому что будем делать дверку. Соответственно, там антресор будет полкой. И здесь вот по заштукатуренную будет тоже полка. Она будет боковая как бы. Так что вот уже всё. Такие вроде, кажется, уже ничего не происходит. А что всё происходит по мелочи доработки. Всего идёт. Потом уже как-то всё доработается. А, ещё электрика. В отразительнике всё сделано. Ещё не установлена фурнитура. Но на неделе вроде как... На следующей неделе должны уже установить всё это дело. И всё. Почти всё готово. Надо будет только как минимум две комнаты сделать. Ну хотя бы одну. Быстрее хочу лунную переселить. Потому что она уже выходила гулять. Такой разгар лет. Хочется, чтобы она была больше времени на улице. Ну и Руфи потом тоже здесь покомфортнее. И здесь я с ним больше могу время проводить. И удобнее. Будет носиться по всему дому, пока он пустой вообще. Потом здесь, конечно, диванчик какой-нибудь появится. Буду потихонечку его облагораживать. Но всё со временем. В общем, мне всё очень нравится. Ну и главное вот эти моменты, которые нравится, что всё продумано в плане вентиляции, в плане пожарки. В плане того, что вода везде есть. Подача воды в каждый вольер. Здесь, кстати, если я всё-таки подумаю, что это небезопасно или неудобно, я смогу в любой момент тоже поставить дверь. То есть здесь такой проём, что можно поставить дверь потом. И сделать вход и выход через дверь. А не просто решёточки. Просто безопасно, что там ребёнок не вводился или что-то такое. Интернет сюда уже заведён. Собственно, вот такая красота. Пока что здесь этот холодильник. Не знаю, в чём я, но я как покупала, там был подписан он так. Пока не купила новый, но это со временем. Морозильный шкаф куплю, наверное. Вот такая красота. Красят всё. Здесь, получается, в эту сторону прогулка уходит на 3 метра. А в ту сторону на 4. Чтобы здесь был комфортный проход. Здесь будут очень прикольные катоходы. Если я достану те, что планировали. Ух ты, как я себя потрогала, это классно. Вообще огонь. Чумажение. В общем, здесь катоходы планируются классные. Очень. С пульта они будут прикрываться. Мне очень интересно будет, как они будут на улице работать. Но говорят, что всё будет хорошо. Ну, посмотрим, как земля они будут работать. Вот. И там ещё можно, если на кошку одеть ошейник, то можно сделать, что каждый катоход может открыть конкретная кошка. Подавляя своим ошейникам, она открывает определённый катоход. Забавная штука. На Луну вряд ли мне получится одеть. Раз, только когда я буду приивку делать, что-то такое можно будет одеть. Ну, не знаю. В общем, я попробую на домашних котах, как у них это получится. А так, я считаю, что не совсем нужная для меня функция, но вообще задумка прикольная. Помочь. Ты нас ждёшь. Мы уже идём с Алисой. Вот. А, пойдём, поглажу. Повыше поднимись. Давай наверх. Ой, поглажу кота. Ой, поглажу кота. Ой, поглажу кота, да. Кота поглажу. Кота, конечно, поглажу. Котечка такой. Ой, ты мой котёночек. Ты же мой... Ой, развалился. А пузо-то какое. Ой, пузо какое. Ой, какое валяется. Пузо тут. А, тут котёночек. Подойдёшь? Не любит кота через решётку. Говорит, заходи. Ну, сейчас я Алису оставлю и зайду. Хорошо? Чем пахну? Помочем? Ой, ты мой сладкий кот. Ты мой Руфус. Ты моя сладкая рысь. Ой. Тоже урчишь. Тоже урчишь. На чужих он стал прям рычать. Меня урчит. Да, ты ж мой сладкий кот, жопик. Ты ж мой жопик такой. Моя морковушка такая. Опа, смотри. Все урчат, котики. Ого, как ты поднимаешься. Умася. Умася-маса. Симбабу. Симбабу. У меня все красавцы. Как там Ханита? Все ещё наверху? Ну, тушить там просто постоянно. Ханита-Нита. Опа. Я тут видела, что Ханита наконец спустилась. Ханита-Нита. Ты ещё мой пузатик. Давай сюда прыгнем. Хан, можешь ещё прыгнуть? Давай. Иди сюда. Ханиточка. Ну, я не могу ещё смелко к тебе зайти. Давайте сюда. Халайтеров. Опа. Какой пузан у нас. Видите? Пузи есть. Пузи на месте. Анита, да. Анита, девочка хорошая. У тебя там котятки есть, а? Рожать собираешься? Ты рожать собираешься у меня, красавица? Моя девочка. Моя сладкая. Мое солнышко. Мое солнышко. Вон какой пузан. Пуза опустилась уже. Гнездо строим, да? Ну, посмотрим. Пока нет. Пока нет. Скажи, да, тяжело тебе уже? Скажи, там детки есть или ты просто думаешь, что ты беременна? Ты же моя красавица. Ты моя девочка, да. Мое солнышко. Мое солнышко. Уже много времени просто лежит наверху. Надо спрыгнуть ко пузо. Видно хорошо. Есть там что у тебя? Пузо плотное. Пузо плотное. Как бы у нас ходит, а тонус? У тебя тонус? Красавица. Ну что, ждем. Приведется это к чему-то или нет, посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова